Всем привет! Меня зовут Сергей Даумов, я отвечаю за продукты изданных в Рус-Аутдоре. Самый большой оператор на нужный реклам в России. Всем привет! Меня зовут Виктория, я работаю в компании IKEA и отвечаю за размещение в платных каналах. Тоже такая большая достаточно компания, ритейл, производящая, продающая мебель. У нас такой формат, который не предполагает сильных дискуссий. Мы будем иногда задавать вопросы и сразу же на них отвечать. Первый вопрос, который я бы задал со своей колокольни, это возможно ли в принципе измерять аудиторию на нужной рекламе. Мы сегодня весь день пытаемся ответить на это «да, возможно». И сегодняшний рассказ строится на этом. Один из наших любимых клиентов это компания IKEA, которую мы с вами любим не только за то, что у нее очень удобная мебель в перевозке, не только за то, что мы приходим на кассу и обнаруживаем, что мы же только за ложечками пришли, а это все зачем? Ну и потому, что они очень готовы к экспериментам и новым попыткам и исследованиям. Да, помимо того, что мы готовы к покупкам, к исследованиям, к гипотезам и так далее, мы очень хорошо любим считать эффективность. И эффективность мы считаем не только в моделях, но и хотим буквально на ощупь понимать, сколько людей к нам приходит из того или иного канала, в частности, из наружки. В последнее время мы начали устанавливать у нас в магазинах систему внутренней аналитики, индороаналитики. И, собственно, обратились к коллегам для подготовки совместного рекламного размещения, в рамках которого система аналитики нам позволит замерить вот эту всю эффективность. Мы у себя останавливаем на наших рекламных конструкциях схожие по физическим принципам измерительные устройства. Это нам позволило построить такие интересные механики. Да, здесь стоит отметить, что помимо наружки, помимо диджитальной наружки, у нас была сильная кросс-медиа-компания с сильным миксом. В том числе у нас размещался телевизионный ролик. И совсем скоро коллеги расскажут про нашу вдохновляющую рекламную кампанию. Наружная реклама у нас была призвана именно приводить аудиторию, она это хорошо умеет делать. Все это было в феврале этого года. И результат, который мы получили, мы постараемся рассказать сейчас. Да, что же мы получили? Мы замерили две группы тех людей, которые увидели нашу рекламу на диджитальных конструкциях в наружной рекламе, и тех, которые не увидели. И, собственно, вы видите, конверсию и ее рост, она выросла на 28%, если сравнивать эти две группы. То есть на 28% больше приходили те, кто видел нашу рекламу в диджитал-аутдоре. Тут нужно сделать небольшое лирическое отступление, потому что любой пытливый ум сразу спрашивает, а как вы сравнивали и с кем вы сравнивали. И мы довольно долго над этой задачей мучились, пока не нашли, как нам кажется, очень красивый выход в формировании контрольной группы. Те, на ком мы проверяем наши гипотезы. Это те люди, которые в те же моменты времени, в той же географии, в тех же локациях были у наших рекламных конструкций в тот же период времени, но по несчастливой случайности у них не было удовольствия увидеть на рекламном ролике именно нашего рекламодателя ИК. Они видели что-то другое. Для нас эта аудитория и составила костяк той группы, с кем мы себя сравнивали. Да, соответственно, была контрольная группа и группа тех, кто не увидел наше рекламное размещение. Нашу контрольную группу мы тоже поделили буквально на две части и назвали их возвратившимися и новыми. Кто такие возвратившиеся? Это те люди, которые приходили к нам в магазин, но последние два месяца их почему-то у нас не было по какой-то причине. Вот таких вот людей, которые увидели наружку и пришли, было примерно в два с половиной раза больше по сравнению с теми, кто не видел и пришел. И также мы замерили новых. Кто такие новые? Понятно, что каждый из нас бывал в магазине Икея, но лак во времени может быть у всех разный. Соответственно, новые – это те, кого не зафиксировала наша система индор-аналитики. Таких людей тоже было больше, мы зафиксировали их на 124% больше. Ну и здесь важно отметить, как уже тоже проговаривала, был сильный микс и был достаточно значимый бюджет инвестирован. 70% охват составил по Москве и бюджет на наружное размещение был порядка 30% от оффлайн-каналов, от тех каналов, которые может измерить медиаскоп. Нам это кажется очень, нам, как оператору наружной рекламы, это представляется обалденным результатом с точки зрения эффективности вкладывания денег в конечный результат. У нас практически все, мы суперскоростные, и готовясь, мы думали, какую вдохновляющую цитату нам подобрать. Ну, основатель Икеи – Ингвар Кампрат, он оставил за свою жизнь огромное количество цитат, которые можно применять к всем случаям. Мне показалось, что вот это очень резонирует с тем, как мы работаем с Икеей и очень отражает такое вот состояние, в котором мы пребываем. Нам очень радостно, что мы не видим конца в наших усилиях и в наших экспериментах, что Икея готова продолжать эксперименты. И то, что мы сегодня рассказываем, это только маленькая часть нашего общего пути, о котором мы решили публично поговорить сегодня. Это не конец, и я надеюсь, что в скорости мы будем продолжать более интересными, более расширенными и добавленными цифрами истории рассказывать в других случаях, в других контекстах. Абсолютно точно. Мы будем продолжать развивать, исследовать и так далее. Уже скоро увидите наши новые рекламные сообщения в этом городе Москва и во всех остальных городах Российской Федерации. Спасибо за ваше внимание. Спасибо. Спасибо.